Каждый шаг Китая в сторону России усложняет отношение Пекина с Европой. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Мы не видели, мы еще не видели, чтобы Китай делал что-либо в отношении поставок летального оружия. И мы считаем, что война России в Украине поставила Китай в затруднительное положение для реального продвижения вперед в этом направлении. Каждый шаг Китая в сторону России усложняет отношение Китая с Европой и другими странами мира. В конце февраля в Казахстане и Узбекистане госсекретарь США Энтони Блинкин отметил, что российское вторжение в Украину посеяло глубокий страх в регионе, который по-прежнему настороженно относится к намерениям Москвы. Блинкин попытался пояснить, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов помогает другим странам не стать жертвами имперских амбиций. И подчеркнул, что именно поэтому США твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость не только Украины, но и государства Центральной Азии и всего мира. И сейчас с нами на связи Максим Ели, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета украинского. Максим, здравствуйте. Как всегда, вам рада в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, господин Блинкин, по итогам встречи мы снова к ней возвращаемся, ведь я думаю, что подобные встречи-саммиты С5 плюс 1, они в принципе могут поменять ситуацию в регионе. Он сказал о том, что подчеркнул солидарность США с народами и правительствами Центральной Азии. Если перевести с дипломатического, блинкиновского, на людской язык, как экстраполировать вот такое заявление на реальность, как будет меняться, либо же не будет меняться, политика Вашингтона в отношении государств Центральной Азии, напомню нашим зрителям, которые были под пылким взором, а иногда и прямым влиянием Москвы. На самом деле выражение достаточно типичное и, я бы даже сказал, казенное для дипломатии. Блинкин тут ни к чему. Такие заверения мы слышим и в адрес Украины, особенно за последний год с момента полномасштабного вторжения до этого. Подобные заявления звучали в отношении Крыма, анонсированного незаконно. Поэтому тут другое важно. Отвечая на Ваш вопрос в целом, о целях визита, тут даже речь не в России и ее влияние, которое на самом деле значительно падает и тем более вызывает настороженность у лидеров региона. В первую очередь, если мы говорим о Средней Азии, это Казахстан, Успекистан. Особенно речь идет о Казахстане, где также есть регионы с компактным проживанием русскоговорящего населения. Естественно, особенно после угроз российских пропагандистов, что следующим будет Северный Казахстан, там, мягко говоря, напрыглись, и были даже ноты протеста, высказанные, высланы в адрес российского МИДа. Но, повторюсь, здесь речь не о России, а визит этот был связан в первую очередь с усиливающимся влиянием Китая в регионе, который за последнее десятилетие значительно нарастил свои инвестиции в нефтегазовую сферу. Особенно это касается того же и Казахстана, и Узбекистана. Вот буквально вчера со своим другом общались по этому поводу, который в нефтегазовом секторе работает. То есть там уже приблизительно доля китайских инвестиций равняется инвестициям Соединенных Штатов и России. Приблизительно равные доли. Если в 90-х годах Соединенные Штаты были первыми, которые туда зашли, инвестировали многие миллиарды долларов, Chevron, Exxon, Mobil, Shell, все лидеры нефтегазового бизнеса мирового были там, то, как я сказал, за последние 10 лет Китай там значительно усилил свои позиции, импортируют все больше газа, не только нефти. И это вызывает обеспокоенность Вашингтона, да и чего уж греха таит и Москвы в том числе, потому что, как я сказал, это происходит усиление за позицией Кремля, которые еще совсем недавно считали, что этот регион там, где они доминируют. И это связано как раз в контексте нарастающего противостояния и нарастания противоречий между Вашингтоном и Пекином, потому что Пекин пытается диверсифицировать риски, в том числе относительно, в первую очередь, обеспечения своей энергетической безопасности. Он инвестировал десятки миллиардов долларов также не только в нефтегазовый сектор, но и в транспортную инфраструктуру, начиная от Кыргызстана и вот все упомянутые страны региона в контексте проекта «Один пояс, один путь». Поэтому, как я уже сказал, влияние растет. И Соединенные Штаты, честно говоря, исходя из тех, то, что мне известно, о кулуарных бесед крупного бизнеса с господином Блинкиным, очень мало могут предложить в качестве альтернативы. Я имею в виду финансовой помощи, там были даже шутки, но я не буду их озвучивать. Но, то есть, в принципе, серьезного результата не даст. Я напомню, что осенью этого года, прошлого года, в Ташкенте происходил саммит ШОС. Бенефис влияния Си Цзиньпиня, он впервые с момента начала пандемии выехал за границы Китая, покинул. И как раз первым маршрутом его были именно страны региона. Он побывал и в Казахстане, и затем в Ташкенте. И все мы помним, как убого выглядел Путин на этих переговорах, там на корточках сидел даже в окружении Эрдогана и других лидеров среднеазиатских государств. А для Си это был бенефис, и он подтверждал и давал гарантии территориальной целостности тому же Казахстану, другим странам. И для них это было очень важным сигналом в контексте угроз, исходящих от России. Так что можно расценивать этот визит так же, как ответ, симметричный ответ, визит УСИ в прошлом году. И попытки, я бы так сказал, вернуться в этот регион, потому что с момента нулевых годов, когда были военные операции Соединенных Штатов в Афганистане, в Ираке, военные интервенции, если быть более точным, то там были базы, военные базы, аэродром арендовали в том же Кыргызстане, развертывали свое присутствие как транзитную базу, инвестировали многие средства. Тогда это был пик американского присутствия в том регионе. Сейчас, после того, как Барак Обама пришел к власти, начали сворачивать военные операции, и, соответственно, и инфраструктура начала уменьшаться, и инвестиции, и интересы в целом регионе. Сейчас, как я уже сказал, именно в контексте противостояния уже с Пекином за глобальное лидерство, Соединенные Штаты пытаются вернуться в этот важный, с геополитической точки зрения регион, с точки зрения энергетической безопасности. Я уже не говорю о том, что там сосредоточено очень много полезных ресурсов, в разработку которых Китай также инвестирует в миллиарды долларов. Тогда в каком ключе, скажем так, Блинкин туда приезжал, и какие тогда итоги вы для себя видите, с чем уехал, с какими кейсами предложений, если вы говорите, что особо Вашингтону нечего противопоставить китайскому влиянию в Средней Азии. Так поэтому Блинкин говорил о безопасности, намекая на какие-то имперские амбиции. То есть, опять-таки, возвращаются до Обамы в военном контексте, они хотят быть присутствием, Вашингтон хочет присутствовать там или как? Я сомневаюсь, что сейчас возможно военное присутствие. Да, в принципе, по большому счету и нет такой острой необходимости, учитывая, что даже из Афганистана Соединенные Штаты уже вывели свои войска. Все мы помним прошлый год, и выходили они, мягко говоря, не очень успешно. Поэтому вызовы в контексте оккупирования, естественно, рисков со стороны России, они не исчезли. Как я сказал, продемонстрировать, что не только Китай там имеет свое влияние, потому что активы американских компаний там очень серьезные. Туда были вложены десятки миллиардов долларов. И по-прежнему ежегодно экспортируется оттуда нефть, которая принадлежит американским компаниям, на многие миллиарды долларов. заручиться, то есть тут идет речь о защите и национальных интересов Соединенных Штатов, их компаний. И также в геополитическом контексте, да, Китай это хорошо, прекрасно, но по-прежнему, ну, если так перефразировать, все-таки номер один игрок геополитический в мире, который может гарантировать безопасность, это Соединенные Штаты. А диверсифицировать риски всегда полезно. Естественно, лучше иметь гарантию от двух главных геополитических игроков, чем от одного. Ну и свои интересы вполне вероятно там могла идти речь о разработке новых проектов, возможности новых инвестиций, опять же, чтобы сбалансировать влияние Пекина в регионе. Возвращаясь, добавлю также, что не стоит и нашим зрителям забывать о том, что Казахстан является одним из главных партнеров, точнее США являются одним из главных партнеров Казахстана в регионе. Больше 60 миллиардов долларов было инвестировано в страну с 93-го года. Если мне не изменяет память со стороны Вашингтона. С другой стороны, вы вспомнили о ШОС. 9 марта Шавкат Мерзиоев, это президент Узбекистана, он подписал документ об меморандум по вступлению Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Еще раз напомню, 9 марта этого произошло. Документ, как говорят российские СМИ, определяет обязательства, которые должен выполнять Тегеран, чтобы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Что стоит, по Вашему мнению, за расширением ШОС в ближайшее время, как я понимаю, Беларусь также должна стать полноправным членом, ну, по крайней мере, об этом это хотят видеть в Минске? Ну, стоит это, это мы рассматриваем, как раз упомянутое мною противостояние американо-китайское, нарастающее в геополитической сфере. Как в 2021 году весной сказал президент США господин Блинкен, будущее противостояние это демократии против автократии. И вот мы видим с того момента, как все и происходит. Естественно, главным его измерением является российско-украинская война. Автократия, стремящаяся к тоталитаризму, напала на демократическое государство, которое стремится как раз стать частью западного мира, где превалируют демократические ценности институты. Но, естественно, лидером этого противостояния, вокруг которого будут объединяться все другие страны, будет не Россия, где политический вес, который стремительно снижается и за последний год, в том числе и в среднеазиатском регионе. Потому что, мягко говоря, Акела промахнулся и все это видели. Поэтому ищут более другого сильного вожака, которым старается стать Китай, лично Си Цзиньпинь вчера, который был впервые в истории Китая переизбранный на третий срок лидера КНР и главы военного совета. И здесь уже вырисовывается перспектива обострения этого противостояния. И Китай как раз пытается в альтернативу НАТО другим экономическим блокам, которые организовывал и продолжает усиливать Вашингтон, сейчас формировать свою ось. Если мы посмотрим на ШОС, то как раз, мягко говоря, там сложно будет найти демократии, если не в чистом виде, то даже с какими-то примесями. То есть в основном это авторитарные государства, лидеры. Среднеазиатские те же республики тому не исключение. Азия, в Азии демократия, мягко говоря, не пользуется популярностью. Там все наоборот. И как раз, если мы посмотрим в целом, как я сказал, список этих стран, это как раз подпадают под автократию. И ШОС является таким ядром противостояния, формирования альтернативы. Естественно, это не военный блок, но он политическая составляющая, играет все большую роль в нем. Изначально это была сформированная организация для усиления экономического сотрудничества. У Китая денег много. Он вкладывает свои средства при этом, что крайне важно для авторитарных режимов, в которых привычно сильна коррупция. Он не требует каких-либо реформ демократических, прозрачности, жесткой отчетности, что крайне важно для таких режимов. Тем более таких режимов, которые находятся под санкциями. Здесь мы уже говорим о Беларуси и Иране. Хоть Россия и опередила их по количеству санкций, введенных против этого режима, но на втором месте как раз находится Иран и в десятку Беларусь также входит. Поэтому это так называемые страны-изгои, которые сейчас изолируются и продолжают изолироваться от мирового сообщества, против которых вводят санкции. Это фактически является единственным альтернативным источником дешевых кредитов и инвестиций, в которые они, естественно, остро нуждаются. Если мы посмотрим экономическую ситуацию, особенно в Тегеране, там очень большая инфляция. Мы все были свидетелями массовых протестов в прошлом году. Сейчас новая волна начинается. И уже в этот раз обоснованием и причиной является как раз экономическая дестабилизация. То же самое касается и Лукашенко, который не хочет полностью становиться куколдом Путина, Петрушкой и не только озвучивать все нарративы, предоставлять свою территорию для военных действий, но и отдавать последние крупные активы российскому окружению Путина в первую очередь, которые имеют ресурсы и влияние для скупки этих активов, он пытается найти альтернативу. Вот на прошлом саммите ШОС, к примеру, было важное решение принято. Китай поставил китайско-белорусские отношения по классификации взаимоотношений, есть табель о рангах, так называемые, двухсторонних отношений выше, чем отношения с Россией. Это был также сигнал и Москве, что рот не разевая, у нас там также многомиллиардные инвестиции, Беларусь была важной транзитной страной в контексте как раз этого нового шелкового пути, так называемого «Один пояс, один путь» программы экспорта в Европу. И Китай хочет сохранить свое влияние экономическое и политическое. И Лукашенко, естественно, также хочет сбалансировать влияние Кремля, которое резко увеличилось, начиная с 2020-х годов, когда именно Путин при помощи своих вертухаев помог удержаться Лукашенко при власти. Вот теперь Лукашенко пытается изо всех сил еще более старшего брата себе найти, который может ударить по рукам Путина и гарантировать в том числе ему и личную безопасность. Ну и главное, я бы так сказал, цель Лукашенко заручиться поддержкой Пекина, чтобы не участвовать полномасштабно во вторжении в Украину, имеется в виду то, о чем многие экспертные сообщества, СМИ говорят последние несколько месяцев, а именно новое вторжение со стороны Беларуси с участием белорусских войск. Естественно, Путин на него давит очень сильно. Естественно, Лукашенко понимает, что после этого, он хоть и говорил, что они с Путиным в одной лодке находятся, они окажутся там уже в одном спасательном круге, либо, я не знаю, дырявом, итог которого будет один соседнее место на скамье подсудимых в Гааке. Естественно, он этого не хочет. Именно для этого он и летал в Пекин совсем недавно, и для того, чтобы обеспечить личные гарантии безопасности, и для того, чтобы Пекин надавил на Москву, чтобы не принуждали Лукашенко участвовать во вторжении в Украину с применением белорусских войск, а не только предоставление территории для нанесения ракетных ударов, либо там тренировок их войск. И, напоследок, хотелось бы понимать, а как же Украине будет в этой всей ситуации, в этой геополитике, как наладить контакт с Китаем, посредством кого и чего. Вот из последнего, тут процитирую, лидер Китая Си Цзиньпинь должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским, если он действительно хочет мира в Украине, об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жалей. Как вы видите, с какой стороны, скажем так, зайти на переговоры с Китаем, поскольку действительно, если Китай хочет мира в Украине и ценит нашу территориальную целостность, о чем было обусловлено в 12 пунктах, так называемого мирного плана китайского? Вопрос на миллион, на самом деле, и требует получаться как минимум ответа, вы так мне так... Ну хорошо, шелковый путь, вы упоминали, Украина также интересовалась этим шелковым путем, когда-то лет 9 тому назад у нас громко завеляли об этом, что мы намерены, но как-то оно все утихло, может быть, хотя бы зайти с коммерческих интересов, шелкового пути снова-таки. Как раз после того, как Россия вторглась в Украину, оккупировала Крым, Украина как раз исчезла с радаров, потому что до этого именно Украина рассматривалась в качестве ключевого маршрута китайских товаров в Европейский Союз, и как раз Беларусь это был уже план Б, я напомню, что еще тогда там беглый президент Янукович как раз пытался заручиться поддержкой Китая, и там были уже подписаны договоры об инвестициях и в глубоководный порт в Крыму, и также рассматривались многомиллиардные инвестиции в аграрный сектор, я даже там опосредственно принимал участие, но коррупционные аппетиты окружения Януковича и на тот момент министра аграрной политики разрушили эти планы, хотя, естественно, если бы Китай сюда зашел, то Путин не отважился бы на вторжение. И как раз и в Крым он пошел до тех пор, пока началось строительство этого глубоководного порта, который должен был стать хабом для перевалки китайских товаров морским путем, потому что морской путь, он самый дешевый. Это уже, я кто скажу, не на часе, пока тем более идет война. В перспективе, возможно, безусловно, Китай по-прежнему хочет сохранить европейский рынок, потому что это главный рынок для китайских товаров. Китай по-прежнему, хоть он и сокращает свою зависимость от экспорта, развивая внутренний рынок последние как минимум десятилетия, но тем не менее экспорт является главным источником доходов. А что касается мирного плана, к сожалению, на политическом уровне Пекин поддерживает Москву и не заинтересован в полном тотальном поражении ее в Украине. Именно поэтому этот мирный план критиковал и Киев, и Вашингтон, потому что там не было предоставлено механизмов остановки войны, не было требования вывести, оккупантов, полностью имеется в виду военный контингент территории Украины, а там было больше вистов, я бы так сказал, в сторону Кремля, у неприемлемости санкционного давления. Я сказал о холодной войне, да, и помните, называется этот мирный план совсем не мирный план Китая. Называется он «Позиция Китая по политическому регулированию украинского конфликта». То есть какого украинского конфликта? Украинского конфликта нет. Есть война неспровоцированная, развязанная Россией еще в 2014 году, сейчас приведшая к новому этапу этой войны, которая сейчас затрагивает глобально весь мир. Если мы говорим о непосредственно боевых действиях, то это регион Украины. Если мы говорим о глобальном влиянии и последствиях, это весь мир. Максим, спасибо вам, всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, Максим Елис с нами был на связи, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Киевского.